Привет, мои хорошие! С вами Селена Свы, и сегодня у нас будет видео о покупочках. За последнее время я приобрела достаточное количество покупочек, и я уже хочу скорее их показать, потому что я до конца не могу пользоваться всеми своими покупками, пока вам все не покажу. Иначе оно разбросается все по всей квартире, и тогда уже не найдешь концов. Давайте начнем. Первое, с чего я хочу начать, потому что уже я это начинаю использовать, мне есть что об этом сказать. Чо-чо, чо-чо. Это обувь, я приобрела себе две новые обуви. Первое, это шлепки. Шлепки вот такие вот, Dikin Y. Я уже в них хожу, что мне понравилось, кстати, я никак не могла вспомнить, сколько они стоят. Шесть тысяч, шесть тысяч точно. Еще здесь даже виднеется ценник, а я все вспоминала, сколько они стоят. Вообще, я хотела в Dikin Y, когда зашла, мне приглянулись другие совершенно шлепки. Они серые, вот здесь вот, а здесь серая ткань, и написано тоже Dikin Y, по-моему, белым или светло-серым. Но не было моего размера, к сожалению, и мне девушку предложила померить черные, хотя черные я совершенно не планировала покупать. Но мне понравилось то, что когда засовываешь сюда ногу, то есть, в принципе, кроме надписи ничего не видно. Подошва закрывает всю черную подошву, ну а здесь остается только надпись, и, в принципе, этот эффект мне понравился. И вот такие шлепочки я себе приобрела. Они очень удобные и не натирают. Это супер-пупер, потому что в прошлый раз я брала себе через палец Armani. Они мне безумно натирают, даже по сей день. Вот они стоят, я ими не пользуюсь, а эти уже таскаю и в торговые центры, и куда угодно, и хожу. Плюс еще через это ножка загорает немножко. Это хорошо, что не будет таких конкретных следов. Следующая обувь, которую я себе приобрела, это фирма Heogal. Белые кроссовки я специально приобретала для того, чтобы носить под вот такие вот платьишки цветные. Как вы помните, может быть, в сториз смотрели, я купила себе Michael Kors. Белые кроссовки, идеальные просто под платье, они очень аккуратненькие, все супер-пупер. Я их купила, пришла домой и все думала, когда уже настанет тот день, когда я надену свои кроссовочки под какой-нибудь платьице. И к моему печальному разочарованию, когда я надеваю эти кроссовки, то на одном из кроссовок я подумала, что он отклеился. То есть вот здесь в районе носочка была прям какая-то такая черная квадратая такая полоска, ну не маленькая, которая видна. То есть я сверху вот так посмотрела, и мне показалось, что отклеился нос. Думаю, да ладно, начинай присматриваться, оказывается, это просто такая подранная или покрашенная, в общем, ну так, что не смоешь и никак это не уберешь. Думаю, так, я не могу, я такой человек, мне должно быть все четко. Тем более, если покупаешь Michael Kors, они стоили 14 200, если покупаешь ты обувь такую, то, естественно, ты присматриваешься к тому, чтобы она была нормальная, потому что, скорее всего, тебе ее придется долго носить. И я в этом случае не люблю никаких косяков, естественно, я пошла и говорю, мне нужно поменять. А у них все по одному размеру у нас в Ростове-на-Дону, я не знаю, как и в Москве, но все по одному размеру. 38-е мне очень большие, они говорят, ну, подождите, пожалуйста, недельку, в пятницу, в следующую у нас будет привоз, и мы вам поменяем на 37-й другой. Кстати, на 38-м там тоже такой же косяк был. Хорошо, я жду неделю, вся в предвкушении, не ношу свои платья, приезжаю в Michael Kors, они мне звонят, говорят, все, привезли. Приезжаю, достаю другую пару, я уже думала смиксовать, может быть, если будет какой-то косяк, потому что я смотрю, похоже, это такая нормальная тема у них косяков некоторых. Я уже думала смиксовать, может, один ботинок из одной пары, один кроссовок из другой пары. В итоге на том же правом ботинке все, здесь уже все хорошо сделано, но у них на задниках вот здесь вот была такая железочка. Раз и два, Michael Kors где написано. И вот эти задники, где железочка заканчивается, тут, вот видите, ну, как бы гладко, да, все гладко должно быть. А там прям складочка из двух сторон, сморщена кожа, то есть как будто не натянули кожу, когда эту железку вставляли, или вот эта железка, она как бы протянула ее, и там, ну, прям некрасивые складки с одной и с другой стороны. И самое интересное, ну, а на другом все идеально, кроссовки. И самое интересное, что та же правая нога. Я говорю, у вас что, опять одну пару только привезли? Они говорят, да. Я говорю, ну, тогда извините, делайте мне возврат. Ну, то есть я не ожидала, честно говоря, я обувь никогда в Michael Kors не брала, но этим я была недовольна. И я уже до этого, естественно, ходила и все равно присматривала себе кроссовки, так как белые кроссовки очень сложно найти, и какие-то вот прям, чтобы они были не просто под спорт какой-то, но и под платье хорошо были. Я продолжала искать, и вот зашла в Хёгл, в Хёгл тоже никогда не брала себе кроссовки. Говорят, это немецкая марка, я думала, почему-то австрийская, но у них еще продается немецкая косметика для обуви, наверное, все-таки немцы. Что мне здесь понравилось, что здесь намного тоньше кожа, чем в Michael Kors. Они тоже смотрятся аккуратненько, и, в принципе, хорошо будут и под спорт, и под платье. Что еще здесь классно, что здесь, то есть не нужно расшнуровывать все время шнурки, здесь просто по бокам такие измельчки, раз и два, удобно. Плюс здесь съемная стелька, что мне сразу разрекламировали, у нас съемная стелька, а это значит, что если ножки отекли или стало там жарко, то вы, в принципе, вытащили стельку, да, и плюс полразмера, размер вам еще обеспечен. В общем, я уже их ношу, мне они нравятся, и с первого дня они не натирают. Это очень круто. Также под светлый образ, как вы знаете, у меня только идет мой рюкзак, который я уже затаскала, уже надо покупать новый рюкзак, но я приобрела себе вот такую сумочку, так как я сумочки носить особо не люблю, поэтому я зашла в магазин Love Republic, у них были скидки, эта сумочка стоила около 3000, по-моему, я ее купила за 1700 или 1800, не помню. Ну, короче, такая сумочка просто, которая, знаете, вот образ дополняет и все. Но, естественно, я не беру просто так, знаете, белая и белая, нет, мне понравилась здесь ее вместительность, как она открывается с двух змеек. Тут еще надо разработать змейки, я еще ни разу ее не выгуливала. Открываем, и здесь, опа, и все видно. Я это очень люблю и ценю в сумках. Здесь змеечка открывается, закрывается, а здесь просто кармашек. И здесь еще с другой стороны кармашек, тоже хорошо. Ну, такая, как чемоданчик через плечо, мне кажется, тоже вот с такими вот моими платьишками дополнит образ, и кроссовки, в принципе, идеально подходят. Хотя цвет у кроссовок молочный, и сумка тоже с легким розовым отливом. Продолжим покупочки Love Republic, так как там были скидки, естественно, я напала на все это, и, конечно же, мне нужно было купить еще очередной домашний костюм. Вот такая черная кофточка. Исполнено все это из материала, вы знаете, мне кажется, связанным с хлопком. Сейчас даже если мы найдем, то я посмотрю. 65% полиэстер, 35% вискоза. Ну, вот чувствуется, что это не 100% полиэстер, а очень приятный такой. В общем, вот такая кофточка домашняя, и вот такие брючки. Я люблю дома ходить красиво, с любимым, когда время провожу. Я тоже люблю всякие домашние красивые костюмчики. Ну, в общем, взяла. Он мне весь вышел, может быть, тоже где-то 1700. Так, давайте еще покажу кое-какие покупки. Если вы помните, я искала себе шорты, которые нигде не могла найти. Если я захожу где-то в Левис, захожу в другие какие-то бренды, где шорты стоят от 5000 и выше, то есть думаю, ну, наверное, пойду заплачу и будут хорошо сидеть, клево смотреться. То на мне ни хрена ничего не сидит. Мне одни только шорты понравились в Левис. Но они черные. Черные я совершенно не собиралась покупать. Не знаю, может быть, дойду, куплю. Просто черные шорты я редко ношу. Но в итоге я зашла просто случайно в магазин 5 карманов. Это, ну, не такой дорогой прям магазин. Ну, и не скажу, что дешевый магазин. Но там я увидела шорты, которые мне очень понравились. Мне понравилось их дизайнерское решение. Именно вот эти вот вставки. Причем выбрала мне их Лена, блондинка. Мы с ней ходили в этот день. Я вот эти вставки сначала не оценила вообще. Думаю, что за бред, как они будут смотреться. Но когда я одела их, они реально так клево сидят. И эти вставки так обыгрывают и освежают шортики. Ну, и делают их какими-то необычными. Сидят прекрасно, четко. Прям талия на месте, бедра на месте. Ничего нигде не топорщится. И стоили они 3000. Вот такие шорты. Я ими довольна. Вот таскаю их каждый день. И так же в 5 карманов я нашла там вот такой вот костюм. Вот. Уже многие начали спрашивать, что за костюм, где покупала. Да, это в магазине 5 карманов. Он уже у меня немножко замыслился. Надо его уже стирать. Пятнышко, видите, появилось какое-то. Мороженка капнула, наверное. Вот. Здесь, единственное, что здесь не очень мне нравится, это я потом уже разглядела. Такая плотный рисуночек. Но, в принципе, когда я хожу в торговом центре, мне абсолютно, не знаю, не мешает. Ткань еще достаточно плотная такая. В общем, если на лето выходить вот на улицу, на жару, то лучше его не одевать. А вот если в торговый центр идти, то хорошо. В нем тогда не жарко, очень даже комфортно. Сзади, смотрите, тоже сеточка. Очень прикольно, необычно. Шорты здесь у нас из меки по бокам. Ну, в общем, заценили мои девочки, мои зрительницы этот костюм. И сразу начали спрашивать, где взяла, где взяла. Стоит он 5 тысяч. Отдельно продается все это. 3 тысячи, по-моему, кофточка и 2 тысячи в шортике. 5 тысяч все вместе получилось. Еще там был черный костюм, но от черного костюма не было кофточки. Там только шорты остались. Но это в горизонте. Может быть, если вы зайдете в 5 карманов в другой какой-то магазин, то там будет в наличии и черный костюм. Кстати, зашла в Тезенис, купила себе... Тезенис, Тезенис, как там? Купила себе всякие трусики вот такие вот. Мне очень понравились. Кстати, возьму еще. Я взяла себе черные, серые и белые. Тоже черные и серые ношу. Здесь 3 штуки за 1200 рублей. Даже ценник остался, я и забыла. 3 штуки за 1200 рублей. Очень классные S-очки. Хотя мне хорошо, может быть, было бы даже XS-очка. Но S-ки тоже неплохо сидят. И прям я вообще довольна. Еще себе возьму таких трусов. Так, Деньки, кстати, я тоже купила кроссовочки. Вот такие Найки. Долго их выбирала. Они с черной и красной. Но черные я не стала на лето брать. Взяла красные, так как он любит гонять у меня в футбол. И мы еще собираемся скоро не в поход, а в палаточный городок. Будем там существовать 5 дней. И я решила, как бы, я возьму ему сандалики обязательно. Но так как там есть трава, много травы, чтобы он не ходил и ногами не собирал там всяких насекомых и так далее. Он будет в кроссовках. Чтобы ноги были более защищенные. Очень тонкие прям вообще. Ну, то есть для лета все дышит, все супер-пупер. Даже мы когда одеваемся, кстати, Денька у меня начал уже сам выбирать. Такой, я это не хочу одевать, я хочу это одеть. Я ему одевать сандали, он такой, нет. Я говорю, что нет? Он ищет кроссовки, говорит, вот, кроссовки мне красные одеть. Нравится ему. Ну, естественно, чтобы эти кроссовки просто не, сами по себе не были такими яркими, я еще взяла ему в пенетон. Вот такую вот футболочку красную. И еще одну взяла там в H&M, по-моему, с машинками. Еще я ему долго искала бриджи, наконец-таки нашла их в Mother Care. Правильно, да? Mother Care, как правильно, не помню точно. Взяла там за тысячу с лишним два вида бриджи, серый и синий. Они там шли, два по цене одного, типа того. Вот такие вот бриджики. Ну, они реально длинненькие уже, где я только не покупала бриджи. Бриджи вообще очень сложно найти. Но вот эти бриджики такие простенькие, но при этом классные и закрывают наши колени. Вот футболка, о которой я вам говорила. Сейчас я напомню. А, Reserve. Во. 98 я уже покупаю ему размер. Такая прикольная, с машинками. Футболочка. И вот такие шортики я ему взяла. Это я брала в JJ, Gloria Jeans. Да, но они чуть-чуть коротковатые. Хотела как бриджи их взять, но нет. Они такие шорты-шорты. На 92 размер еще. Такие вот. Не помню, сколько стоят, но цены недорогие. Еще я зашла как-то в зебру и увидела такие интересные чешки синие. Короче, это вода. Вот если мы поедем на море, да, а мы должны поехать на море. Как раз-таки взяла его такой вот размер. Чуть-чуть ему даже, может, на вырос. Сейчас одеваешь и все. Чтобы он по камням, если будут камни, или по песку, не обжигал песочек. Ну и в воду мог легко в них зайти. Вот такие вот типа ласты, но без ласт. Что-то интересное. Стоило это дело, блин, по-моему, 500 или 700 рублей. Там, кстати, и взрослые такие были. Вот, кстати, наша палатка, которую я долго-долго выбирала. Она рассчитана на три места, большая. И она, самое интересное, со специальным покрытием таким, которое от солнца, от жары, в общем, не нагревается, и там темно очень. То есть мы можем спать, и нас не должна беспокоить жара и утро, когда все встают. И мы такие должны сразу тоже вставать. В общем, проверю палатку. Влог будет с этой палаткой обязательно. Я покажу, как мы там будем вообще жить. Какие-то моменты покажу. В общем, думаю, будет интересно. Не пропустите влог с этой поездки. Впервые я с Денькой с палаткой еду. Поэтому не знаю, как все это еще пройдет, но постараюсь максимум всего снять. Кстати, по поводу того, что еще планируется. Как видите, вот такой вот у меня коробочек. Это я запускаю такая игра, которая называется «Приз-сюрприз». Она будет в прямом эфире на Твиче происходить. Будут три вот такие коробочки. Будут заранее оглашены призы-сюрпризы, которые можно будет выбирать в прямом эфире. Звонить мне на телефон и выбирать, в какой, по вашему мнению, из коробочек лежит приз-сюрприз для вас. Один из тех, которые я там называю. Разыгрываться будут платные подписки на Твиче, разыгрываться будет какая-то вещь из моего гардероба, из моей квартиры. Разыгрываться будут новые какие-то приколюшки из одежды, из косметики. Разыгрываться будут сигны, разыгрываться будут какие-то задания, сделать мне задания, там что-то. Ну, в общем, будет интересно и весело. И также можно будет пообщаться со мной в прямом эфире и початиться, найти новые знакомства. В общем, будет очень весело. Девчонкам и мальчишкам всем на Твиче я уже сказала, они уже ждут, не дождутся, когда откроется эта новая рубрика. Называться она будет приз-сюрприз, анонсы. Я, конечно же, буду в сообществе, на Ютубе, везде. Ну, а кому интересно и кто хочет присоединиться, обязательно проходите по ссылке под видео на мой канал Твич. Регистрируйтесь и фоловьтесь на моем канале, чтобы не пропустить эту супер-игру. Так, дальше. Что я еще купила? А, за последнее время я купила себе книгу, которую очень хотела. Вот уже потихоньку начинаю читать. Она очень толстая, очень крутая. Это один из важных людей в моей жизни. Посоветовал такую книгу прочитать. Говорит, она классная, очень часто ссылается на нее. Я подумала, что я должна быть в курсе. Две книги такие есть «Краткая история человечества» и «Краткая история будущая». Ее очень многие хвалят. Я ее взяла, заказала на Азоне. Она мне вышла вообще 250 рублей. Хотя в торговом центре, в лабиринте, сеть такая, она стоит 1450 рублей. А в Азоне она стоит 500 рублей. Просто я расплатилась еще половину бонусами «Спасибо». Она мне вышла в 250 рублей. И бесплатная доставка до места, где я могу прийти и забрать ее. Так, купила я себе красочки еще. Это то, чем я красила свои пряди. А это взяла еще синий цвет. Это и стель прямой пигмент. В принципе, можно было бы, наверное, и купить отдельно прямой пигмент. Потому что здесь еще внутри осветляющее средство. То есть здесь целая система окрашивания. Осветляешь, потом прямой пигмент. Но, в общем, мне нужен был синий и фиолетовый для того, чтобы их смешать. Я хочу покрасить свои волосы в очень интересный цвет. И тоже не пропустите, скоро будет видео. Также подкроссовки купила себе вот в таком магазине. Не знаю, как он называется. Видите? Иероглифы чистые. Йоко-коко. Что-то такое. Купила себе. 799 стоят носки вот такие. Они как следочки. Три пары. И с силиконом здесь сзади. Заценим. Это подкроссы. Зашла в Рив Гош. Взяла себе салфетки. Вот эти вот я уже попробовала. Вот насколько разные мнения бывают. Да, девочка мне говорит. Я говорю, я хочу какие-то салфетки, которые пропитаны маслом. Убирают водостойкий макияж. То есть прям такие хорошие салфетки. Вот как помните, если помните. У меня были корейские. Я им прям не могла нарадоваться, честно. Они такие крутые были. Они так увлажняли кожу. Ну супер вообще. Она говорит, да, эти классные. А здесь написано, с амарантовым маслом. Они очень классно пропитаны. Очень мне нравятся. 58 рублей стоят. Я говорю, ну давайте еще мне какие-то попробовать лориаль. Потому что, что я была не уверена, что эти классные салфетки так и правда. Ну они мне напоминают салфетки из фикс прайса. Дерут кожу и не пропитаны нихрена. Они так, как были те пропитаны. А что касается вот здесь лориаль, я их не пробовала еще. Давайте вместе попробуем. Слушайте, но во всяком случае эти салфетки намного мягче. Сами по себе. Сейчас. Вот эти салфетки жестковатые какие-то. Хотя нет, они вроде одинаковые. Ну короче, те были прям пропитаны как следует. Не, эти очень похожие салфетки. Очень похожие. В общем, ничего особенного. Я все-таки буду искать те корейские салфетки. Так, еще я всегда не могу пройти мимо косметички. Вот есть у нас такой Синсей. Такой магазин. И я вот взяла эту розовую косметичку. Не знаю, может быть я ее разыграю как раз-таки в рубрике приз-сюрприз. Может быть я ее кому-то подарю или оставлю себе. Я просто люблю очень косметички. Не могу мимо них пройти. Такая розовенькая, классненькая. А вот еще косметичка как раз-таки. Она здесь прозрачная, видите? А внутри это в резерв, где я купила резерв. А внутри еще одна вот такая косметичка. Смотрите. Мне тоже она показалась интересной. Я говорю, не могу пройти мимо косметичек. Прикольно. Ну вот такая же история. Либо себе оставлю, либо разыграю. Посмотрим. Ой, зубная паста. Это тоже я в Зебре 0+. Для малыша взяла. Еще, кстати, вот она лежит у меня. Еще я ее не пробовала. Хочу попробовать. Вкусненькая. Ммм, Леньке понравится. Кто пробовал, кто знает, напишите. Республика Беларусь написано. Взяла свои любимые ниточки. Флосс. Я люблю такие нитки, чтобы они не нитки были, а знаете, как плоские такие ленточки. Они очень хорошо чистят и не рассыпаются, не расщепляются. Вот эти нитки не расхерачиваются. Ну, в общем, поняли. Взяла вот такие ушки. Это я буду так в прямом эфире. Вот. С сердечками сидеть. Вроде бы как бы рожки, а на самом деле сердечки. Классно. Ну, я люблю всякие такие штуки. У меня все, которые есть ободки, они уже надоедают. И взяла еще такую интересную вещь. Это сердечко такое. Оно надувается. Это тоже вот сенсей вот это вот. Оно надувается и получается такая... Прикольная штука вся с этими, с ангельскими такими крылышками. Вот такая штучка. Не знаю почему, она мне очень понравилась. Сюда что-то можно положить. И на фон она очень прикольная. А сюда можно что-то положить. По-моему, классно. Вот я ее взяла. Люблю всякие мелочи. Берешь себя и просто радуешь. Ну, все, мои хорошие. На самом деле я, может быть, не все показала, потому что половина еще вещей, да, вот так вот уже я разложила все и даже не найду. Сейчас села, думаю, вот покажу, что как бы успела я сложить для вас. Вот такие покупки. Надеюсь, они были для вас полезными, интересными. Что-то вам понравилось и вы пойдете и посмотрите себе что-то интересное. Надеюсь, на все вопросы ответила, которые многочислено спрашивали у меня в инстаграме. Ну, что, я тогда все это буду раскладывать по полочкам, буду носить. Вам желаю хорошего дня, хорошего настроения и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok